Продолжение следует... Несколько понравилось зрителям, что этим летом коллективы объединятся и снова выступят для химчан. Создатели кириллицы в России почитают более ста лет. Она стала основой алфавита сразу нескольких государств. Конечно, время видоизменяло несколько разных направлений этого языка. Я имею ввиду русский, украинский, белорусский, болгарский, чешский, польский. Но основа у них вся одна и та же. Это как раз то, что заложили святые монахи Кирилл и Мефодий. Главная задача празднования Дня славянской письменности – повысить государственную идентичность. Для того, чтобы мы осознавали и понимали себя все-таки не советским народом, коим мы были всего лишь 70 лет, а на самом деле великим российским, русским народом. И в это понятие, наверное, можно включить все народы, населяющие нашу великую и огромную страну. Потому что ведь кириллицы пользуются не только православные или русские, например, но и все, большинство народов нашей страны. На праздники славянской письменности и культуры в Химках побывали сотни семей, и каждый нашел занятие по душе.